На горизонте замаячила новая часть Калавдутия. Расскажет она о событиях времен Холодной войны. Эта самая Холодная война, если кто вдруг не в курсе, шла промеж нашим Коммунистическим Советским Союзом и не нашими капиталистическими Соединительными Штатами. Ядерный накал сюжета чувствуется уже сейчас, хотя доступной информации не так, чтобы много. Но, во-первых, в наличии ключевой арт-игры. Вот он. Во-вторых, вниманию общественности предоставлен весьма любопытный тизер. А в тизере показана запись интервью с перебежчиком Безменовым. Это такой вполне реальный предатель родной страны, который в 70-м году сбежал в Канаду и там отважно врал про ужасы советского КГБ. Например, о методиках идеологических диверсий, которыми ужасные русские шпионы должны были подточить и без того загнивающий Запад изнутри. Методы, по рассказам предателя Безменова, включали в себя следующее. Монополизацию СМИ, создание ложных героев, развал семьи, разрушение спорта и медицины, засилье фастфуда вместо нормальной еды, популизм в политике. В общем, детишкам сразу будет понятно, кто виноват в том, что творится в Соединительных Штатах прямо сейчас. Всего 50 лет прошло, и вот таки дотянулись кровавые лапы КГБ до сияющего града на холме. Примечательно, что выложенный ролик с официального канала вскоре удалили. И тут же заменили его на другой ролик, вдвое короче. При укорачивании ролика куда-то пропали упомянутые Безменовым. Деморализация и дестабилизация обстановки в стране. Исчезла надпись «Создатели вдохновлялись реальными событиями». Ну и всякое по мелочи, включая кадры с митинга Коммунистической партии США. А в другом вырезанном фрагменте упоминался агент Персей, который якобы проник в западную разведку для того, чтобы обеспечить для СССР превосходство в гонке вооружений. Однако по факту Персей обеспечил паритет между странами, активно помогая Советам создавать собственное ядерное оружие. Интересно, будет ли в игре освещен план США забросать нашу страну атомными бомбами в 1959 году? Не так давно был рассекречен американский план 1956 года, согласно которому только на Москву планировали скинуть 179 ядерных зарядов, на Ленинград вывалить 145 бомб, а еще 91 боеголовку заготовили для Восточного Берлина. Мощность зарядов должна была в 4000 раз превосходить те, что были сброшены американцами на Японию. Собственно, вот что готовили для ваших мам и пап. Жуткую смерть, а уж быструю или мучительно долгую, это кому как повезет. Александр Исаевич Солженицын, светоч наших свободных неполживых сограждан, такой расклад яростно приветствовал. Ну а спасли нас ото всей этой прелести наши ученые, наши военные, наши разведчики, в том числе Персей. В 1959 году у США атомных бомб было в 10 раз больше, чем у СССР. Ни о каком доминировании русских в гонке вооружения речи не шло. Ну и особый цинизм – это фраза в конце трейлера. Те, кто не знает свою историю, обречены ее повторять. Более детально новую колду представят 26 августа. Но уже сейчас очевидно, в плане сюжета игра не разочарует. Наверняка еще будет о чем поговорить.